Когда я писала в комментариях и говорила во время видео, что муравьев нынче очень много, я не преувеличивала. Что бы я ни начала садить, сажать ли, везде появляются муравьи. Вот это, эти вот томаты, помните, я снимала видео, посев, прямой посев в грунт. Здесь была ровная грядка, я же ее взрыхлила, разровняла. Смотрите, какая ситуация, через какое-то время, даже не все томаты еще успели выйти, вот муравьи все изрыли. Ну вообще, это такие безобразники, нарушили мне всю грядку. И вот эти вот ходы, ходы, и люди пишут, что они внизу там могут осушать, как-то делать вот это пространство, что корни будут без земли, без влаги, они засохнут. И когда я сказала, что ищу разные методы борьбы, мне много-много советов, ну в комментариях люди пишут. И вот сегодня я решила испробовать первый совет, это корица. Советуют разбрасывать и пшено, и манку, и корицу, и желток с борной кислотой. Я начала вот с самого простого, это корица. И как я сказала, в разных местах, где у меня есть мурашей много, буду использовать разное средство. И потом поделюсь с вами, ну какое работает лучше. Я, правда, корицей ни разу не пользовалась, и не знаю, то ли ее как бы через ситечко, или просто рассыпать. Короче, я сейчас рассыплю просто так, и потом покажу вам, как насыпало. И сказали, что муравьи должны уйти, но меня интересует, куда они уйдут. В следующую мою другую грядку, или вообще, как они могут куда-то уйти, если они здесь, например, живут. Вот, ну у них муравейника-то я, конечно, не вижу, не знаю вообще, где они прячутся, но их очень много нынче. Вот сейчас я рассыпала на эту грядку. Ой, как вкусно пахнет, я люблю запах корицы, я бы не ушла. Все. Мне главное спасти вот эти посадки, видите? Вот эти томаты, кстати, они здесь все вот эти, сейчас все дни и прохладно, когда и жарко. Они без каких-либо укрытий, они на солнце не подгорают, во время холода они... Ой, 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 все. Вот я сделала муравьям такую, как сказать, угощенницу. Не знаю, через сколько дней проверять, и как узнать, ушли они или нет. Ну, наверное, по количеству новых вот этих дырочек, с каждым днем вот этих дырок становится больше и больше. Получается, что эта грядка не для томатов для моих, а для муравьев была сделана. Потом приду, посмотрю, может быть еще прорыхлить ее или нет, не уточнили мне. Кто писал рецепт, корицу рассыпать, нужно ли ее перемешать с землей прорыхлить или оставить так? Напишите, пожалуйста, под этим видео. Все. Субтитры сделал DimaTorzok